Светлый, светлый, светлый Соколова, который стал первым профессионалом, который по горячим следам в 1919 году по поручению правительства Калчака пытался раскрыть тайну гибели тех, кого уже наши современники назовут святыми царственными страстотерпцами и на месте расправы возведут величественный храм-памятник на крови. Он этому посвятил свою недолгую, но очень добрую жизнь. Даже когда следствие было уже невозможно, когда он был вынужден покинуть пределы Екатеринбурга и России, он продолжил это служение. Он воспринял, что это дело его жизни. И на этом пути он свою жизнь положил, по всей видимости, ровно от тех же сил, которые и подняли руку на нашего государя. Ровно сто лет тому назад следователь Соколов скоропостижно скончался в Париже, но перед смертью успел написать и опубликовать подробную книгу о расследовании гибели не только семьи Николая II, но и его брата, великого князя Михаила Александровича и сестры императрицы, великой княгини Елизаветы Федоровны, замученных в Перми и Алопаевске. Его потомки, внук и внучка София и Николай Рылон прислали поздравительную телеграмму из Парижа. Из Франции, где следователь Соколов и его супруга нашли убежище, и где Соколов ушел из жизни, их потомки, внуки и правнуки присоединяются к памятному мероприятию, которое вы сегодня проводите в Екатеринбурге, в том месте, где он вел расследование убийства царской семьи. Мы остаемся верны его памяти и солидарны с эпитафией на его могиле. Твоя правда – вечная правда. Памятник был создан при поддержке гендиректора ПФК Иристон Раисы Какоевой, при содействии Андрея Жуковой и православного общественного движения «Христианское доброделание» от Литбюст в городе Косли по проекту скульптора Владимира Сирейшикова. Следователь Соколов в свое время не успел докопаться до истины и сегодня. Многие дискутируют и не принимают чужую точку зрения на подлинность царских останков. И именно к ним и обратился владыка, открывая бюст. Все тайны, которые он и не унес, которые он не узнал, рано или поздно мы все их узнаем. Очень важно, чтобы на пути, пока мы их узнаем, пока мы живем, чтобы мы друг друга берегли, чтобы христианство, чтобы не воевали друг с другом за то, кто обладает большей степенью знания правды, кто ближе к истине, а и кто дальше от истины, кто меньше знает о том, что произошло, кто, может быть, заблуждается. Вот мы его будем топтать и считать человеком недостойным ни нашего внимания, ни внимания общественности. Лучше хранить, беречь друг друга до того, как Господь все откроет.